Друзья, добрый вечер. Меня зовут Алина. Я студентка 5-го курса медицинского университета. И сегодня хочу вам рассказать немного о такой неприятной теме, как боль. Наверное, некоторые из вас в душе, а некоторые наяву ухмыляются, вспоминая свой последний приступ мигрени или напоминающий себе прорезывающийся зуб мудрости или отит, перенесенный на днях, и неволе задаются вопросом, девочка, что ты мне можешь еще рассказать о боли? Действительно, боль — это то чувство, которое испытывает каждый человек хотя бы раз в своей жизни. Наверное, все слышали поговорку о том, что если человек проснулся утром, у него ничего не болеет, значит, он умер. Интересно, кто сегодня утром проснулся, счастливый, веселый, у кого ничего не болело? Поднимите ручки. Отлично, сборище живых нерпенцов, если следовать логике этой поговорки. Интуитивно понятно, что боль — это защитная реакция, не реакция, а защитное свойство, которое позволяет нам избежать повреждения и выжить. Это определение дано международной ассоциацией по изучению боли. И часть его уже понятна нам. Это переживание, связанное с истинным или потенциальным повреждением ткани организма. Это определение акцентирует свое внимание на том, что боль субъективна. То есть это не просто, это эмоциональное переживание, которое каждый человек переживает индивидуально. То есть ни один человек посторонний не сможет объективно оценить то, что вы испытываете. Самая неприятная фраза в этом определении, последняя, описываемая в терминах такого повреждения. Для того, чтобы расшифровать немножечко этот последний тезис, я пора еще переключить слайд и немножечко объясню о том, какие мы вообще выделяем виды боли. Вот первая боль, ноцецептивная, это как раз та боль, которая сигнализирует нам о попреждении. Процесс ощущения ноцецептивной боли связан с активацией специальных рецепторов боли, ноцецепторов от латинского nocere, вредить и копире, воспринимать. И, соответственно, все нервные структуры, которые участвуют в восприятии боли, называются ноцецептивной системой. У нас есть и система обезболивания, которая называется антиноцецептивной системой, и я немножечко затрону ее дальше по ходу моего рассказа. Что такое нейропатическая боль? Это такая боль, которая возникает в результате того, что какой-то компонент из ноцецептивной системы поломался, работает не так. Нерв повредился или какая-то структура головного мозга повредилась, и человек ощущает боль, хотя он не должен ее ощущать, хотя все структуры остальные организма нормально функционируют, и их структура не нарушена. Что может стать причиной нейропатической боли? Это, например, сахарный диабет, так называемая диабетическая нейропатия, или вирус герпеса, постгерпетическая невралгия. И последний вид боли – психогенная боль. Психогенная боль как раз и объясняет тот последний тезис в определении, который мог бы быть непонятный, или в терминах такого повреждения. Есть пациенты, которые приходят, жалуются на боль в определенном участке тела, и врач подозревает какую-то патологию. Обследует – ничего не находит. Расширяет круг диагностического поиска – тоже ничего не находит. В медицине есть негласное правило, которое говорит о том, что если ты ничего не находишь, то проверь пациента на инфекции, на гормоны и на онкологию. Тоже ничего не находит. А пациент жалуется, и он описывает боль. Он описывает локализацию боли, у него болит голова, или у него болит желудок. Боль тупая или боль острая. Он все это описывает, то есть пользуется терминами, хотя повреждения ни тела, ни нервов нет. Такие заболевания есть, и в соответствии с концепцией, которая существует сегодня, эти люди, их нельзя стигматизировать, нельзя говорить о том, что они придумывают эту боль. Они действительно ее ощущают, потому что боль – это еще и эмоциональный компонент, еще и психический компонент, который мы тоже должны учитывать, который тоже должен поддаваться лечению. Дальше, пожалуйста. Сегодня я сконцентрирую свое внимание на ноцецептивные боли. Это тот вид боли, который ощущает каждый человек чаще всего в своей жизни. И при данных условиях, которые мы видим на нашей улице, шанс ощутить на себе этот вид боли у всех достаточно высок. Итак, в контексте этого понятия нужно ввести пару терминов. Первый – это ноцецепция, процесс восприятия, кодирование передачи и анализа болевого стимула. Соответственно, я уже упомянула, что все нервные структуры, которые участвуют в этом процессе, называются ноцецептивной системой. Дальше, пожалуйста. Уже понятно, что боль и ноцецепция – это разные понятия. Понятие ноцецепции уже, чем понятие боли. И ноцецепцию можно выделить как этап формирования болевого ощущения. Дальше, пожалуйста. Боль – это многокомпонентная реакция. О каждом компоненте, о котором я расскажу немножечко дальше. Первый компонент – это сенсорный компонент. Он заключается в способности определить локализацию, интенсивность и характер боли. То есть определить значимость повреждения для организма. Дальше, пожалуйста. Как это все происходит? Схема достаточно сложная, попытаюсь объяснить попроще. У нас в коже, в слизистых органах, в серединотканной основе наших органов, таких как печень, селезенка, легкие, есть свободное нервное окончание. Когда повреждения воздействуют, и свободное нервное окончание воспринимает это повреждение, открываются натриевые каналы, и внутрь клетки, через эти каналы, течет натрий, ионы натрия. И в определенном участке клетки возникает повышение концентрации натрия. А в другом участке, там, допустим, вот здесь, концентрация натрия меньше. Соответственно, возникает разница потенциала, возникает ток. Соответственно, нервный импульс, возникающий, по сути, это электрический ток. На этом этапе мы можем его заблокировать. Дальше, пожалуйста. Для того, чтобы это сделать, достаточно просто закрыть натриевые каналы. И с этим хорошо справляются местные анальгетики, такие как лидокаин, новокаин, бензокаин, бупивокаин, все, что на каин. И кокаин, кстати, тоже. Он тоже обладает местно-анестезирующим действием, но из-за известных эффектов на другие системы он не применяется в качестве местного анальгетика. Также возникает при действии какого-то стимула извне воспалительная реакция. Особенно, если повреждение было нанесено каким-то предметом, загрязненным, и какие-то частицы попали внутрь раны. Мы можем заблокировать воспалительную реакцию посредством применения противовоспалительных средств, таких как ивупрофен, диклофенак, немисулит и так далее. Они воздействуют на фермент, который называется циклооксигеназа, который вызывает выработку веществ, которые усиливают воспаление. Эти лекарственные средства подавляют этот фермент циклооксигеназа, соответственно, воспаление развивается в меньшей степени. Такое вещество, как капсаицин, содержится в перце и придает перцу его жгучий вкус. Наверное, те, кто пробовали жгучий перец, могут сказать, что он жгучий до боли. И действительно, если нанести капсаициновую мазь на кожу, сначала возникает боль, но затем возникает истощение натриевых каналов, и, соответственно, болевой импульс не может возникнуть и может быть передан. Также капсаицин вызывает подавление так называемого вещества П, которое сейчас достаточно будет обсуждаться в контексте вообще боли. Он вызывает так называемое, это вещество вызывает синтетизацию, синтетизацию, то есть усиление ощущения боли. Капсаицин может подавить выработку этого вещества, и, соответственно, синтетизация не развивается. Дальше, пожалуйста. Дальше болевой стимул передается по спинному мозгу, проходит через ствол мозга. В головной мозге я не буду останавливаться на всех структурах, через которые не проходит. Дальше, пожалуйста. Я лучше поговорю о том, как прервать болевую передачу на этом этапе. Наверное, все слышали о том, что у нас в мозге вырабатываются вещества, которые похожи на морфий, опиоиды. Это эндорфин, динорфин. Это вещества, которые возлечены также, помимо подавления боли, в нашу систему вознаграждения. Собственно, поэтому и возникает к ним определенная степень зависимости психической. Они участвуют в получении удовольствия и одновременно подавляют болевую реакцию. В синем отмечены те участки нашего мозга. Это ствол мозга и это спинной мозг, в которых концентрация рецепторов к опиоидам самая высокая. Соответственно, если мы вводим лекарственные вещества извне, опиоиды, они воздействуют на эти же рецепторы. Указан каннабис, но не указаны места, где концентрация рецепторов к каннабиноидам. Каннабиноидам у нас в мозге вырабатываются вещества, которые похожи на каннабис. Для тех, кто не знает, каннабис – это действующее вещество марихуаны и продуктов, которые из марихуаны изготавливаются. Не указано по той причине, что рецепторы к эндоканнабиноидам, к каннабису – это самые многочисленные рецепторы в нашем мозге, и не только в нашем мозге, и в других органах тоже, в почках, в желудочно-кишечном тракте, в печени и так далее. Сейчас очень много работ по поводу того, что они нужны для нормального роста этих тканей, по поводу того, что эндоканнабиноиды помогают в обучении и так далее. Но также являются системой, нашей внутренней системой обезболивания. Антидепрессанты отмечены здесь, хотя мы еще не дошли до коры головного мозга. Дело в том, что антидепрессанты – это в первую очередь препараты, которые блокируют определенные каналы, которые есть в наших нервных клетках, и поэтому могут прервать нервную передачу еще даже до того этапа, как болевой импульс дошел до коры головного мозга. И здесь же указаны местные анальгетики, потому как их можно вводить в пространство, которое окружает спинной мозг. Так называемая субарахноидальная или спинальная анестезия и эпидуральная анестезия. Эти же анальгетики можно вводить не только под кожу, не только по ходу нервных столов, но и в пространство вокруг спинного мозга. И вот импульс дошел до коры головного мозга в так называемую постцентральную извилину. Она находится у нас в теменной доле, в которой содержится карта тела. Эту карту тела открыл, разработал, открыл канадский нейрохирург Пенфилд, и мы называем ее гомункулисом Пенфилда. Это то, как структуры нашего тела распределены вдоль этой извилины. Уже на этом уровне мы можем точно идентифицировать, где наше повреждение, повреждение нашего тела расположено. Дальше, пожалуйста. Следующий компонент двигательный. Это сознательные и бессознательные движения, которые направлены на устранение причины боли, на выживание организма. Пожалуйста, дальше. Первое, что происходит, это бессознательные движения, рефлекторные движения. Цепи рефлекторные замыкаются на уровне спинного мозга через головной мозг. Они не проходят, поэтому, собственно, они и бессознательные. Но их можно подавить при участии головного мозга, за что все медсестры, которые когда-либо делали вам инъекции или брали у вас кровь, очень вам благодарны. Спасибо вам большое за то, что не отдергиваете свои пальчики. И следующий слайд. Не убегаете от них и позволяете взять кровь или ввести вам лекарство. Дальше, собственно, когда импульс доходит до головного мозга, предпринимаются все остальные действия для того, чтобы либо убежать, либо вступить в единоборство, для того, чтобы выжить, дать этому организму шанс выжить. Следующий компонент эмоциональный. Воль ассоциирована с негативными эмоциями. И это связано с активацией структуры нашего головного мозга, которая называется миндалиной. Миндалина – это та структура головного мозга, эмоциональной части нашего головного мозга, которая отвечает за эмоции, которая, собственно, отвечает за негативные эмоции, за страх, за агрессию, за тревожность и так далее. И если посмотреть, то она лежит очень близко к структуре, которая называется гиппокампом. А гиппокамп ответственный за нашу память. Соответственно, боль вызывает формирование негативно ассоциированной памяти, то есть памяти ассоциированной с негативными эмоциями. И каждый раз, в следующий раз, когда нам будет предстоять встреча с болезненным стимулом, мы будем подсознательно пытаться его избежать, мы будем тревожны, мы будем немного бояться. Дальше. Предвещаю вопрос. Да, у мазохистов тоже. Боль ассоциирована с негативными эмоциями в любом контексте, кроме, собственно, их контекста мазохистского. Это исследование, одно из исследований, в котором мазохистам предложили выбрать картинки с содержанием, которое относилось к их практикам, которые были им приятны. И выбирались картинки нейтрального содержания, и, соответственно, была контрольная группа. Эти субъекты, им наносился болевой стимул, и они просматривали картинки. И мазохисты действительно говорили, что да, при просматривании мазохистских картинок у них боль меньше, а при просматривании картинок с нормальным содержанием, с содержанием не мазохистским, они рапортовали о такой же воле, как и нормальные субъекты. И это исследование, это ПЭТ-исследование, позиционная эмоциональная томография. Это такое исследование, которое позволяет определить активность некоторых структур головного мозга неинвазивно. И обдраживали повышение активации структуры, которая называется теменная покрышка. Это структура, которая связана с контекстуальной памятью. То есть, грубо говоря, им важен не сам болевой стимул, им важен контекст, то есть контекст, которым наносится стимул. Все остальные контексты для них нормальны, то есть они чувствуют боль в остальных контекстах, как нормальные люди. Дальше, пожалуйста. Следующий компонент вегетативный. Он заключается в учащении сердцебиения, повышении потоотделения, расширении зрачков и других реакциях со стороны внутренних органов, которые, собственно, помогут организму выжить или вступить в драку, или убежать. Дальше, пожалуйста. Последний компонент когнитивный. Он связан с ожиданием, восприятием и оценкой боли. И это ожидание и восприятие и оценки боли происходит на основе предшествующего опыта наблюдений или полученной информации, и, кстати, не всегда связанной именно с получением болевого стимула. То есть, о чем я говорю, можно будет увидеть из следующего слайда, на котором показаны некоторые исследования, которые проводились людям. И что мы можем увидеть? Что люди с более высоким уровнем образования имеют более низкую интенсивность, катастрофизацию, то есть они легче переносят боль, легче к ней относятся. И связанная с ней тревожность и депрессия. То есть имеют какое-то значение еще и уровень образования. У верующих людей, но не у атеистов, интенсивность боли снижалась при демонстрации им картин с религиозным содержанием. Это было исследование, в котором людям предлагали просмотреть две картины. На одной была изображена Дева Мария, на другой просто женщина. И верующие люди, когда смотрели на картину с изображением Девы Марии, говорили, что у них интенсивность боли меньше. И в последнем исследовании оценивалась интенсивность боли, чувствительность боли у музыкантов по сравнению с людьми, которые музыкой постоянно не занимаются. Музыканты – это имеется в виду люди, которые играют в оркестре, которые постоянно играют на инструментах каждый день. И у музыкантов оказалось, что чувствительность боли выше, чем у людей, которые музыкой не занимаются. Казалось бы, почему? Но опять же вспоминаем, что боль — это субъективная реакция и очень сильно завязана на эмоциях. Следующий слайд, пожалуйста. Собственно, вот это и все. Спасибо большое за внимание. Если будут вопросы, я думаю, что они будут. Пожалуйста. Я хотела вас спросить, если рассматривать боль как... То-то, что привлекает внимание к потенциальной угрозе организма, то из-за чего организм умирает от болевого шока? Болевой шок, он относится к так называемым дистрибутивным шокам. Дело в том, он связан с тем вегетативным компонентом, о котором я говорила. Этот поток болевых стимулов вызывает чрезмерное расширение кровеносного русла. Соответственно, сильное снижение давления артериального, кровяного. И ткани и органы начинают недополучать крови. И из-за этого, собственно, и умирает человек из-за того, что его ткани и органы испытывают недостаток кислорода. У нас вопрос. Что представляет из себя болевой порог? И говорят, что у женщин он выше или ниже? Да, на самом деле ведутся споры большие, у кого болевой порог выше, у кого ниже. Болевой порог – это тот минимальный стимул, который вызовет боль. У женщин все-таки исследования говорят, что он выше. Вернее, он ниже, то есть нужен для женщин, нужен меньший стимул, чтобы вызвать боль. Вот так. А чьи люди и какие-то нечувающие? Да, есть такие люди, но врожденная анестезия – это очень редкое заболевание. Такие люди есть. Можно спросить, а вот люди есть, которые ходят по горячим углям, ложатся на козе, вот как они выдавляют себе чувство боли? Чисто на психологическом уровне? Да, чисто на психологическом уровне. То есть на децепции у них точно такая же, как у остальных людей. Но эти практики, которые они практикуют, позволяют им относиться к этой боли по-другому, иначе, нежели другие люди. То есть выходить? Существуют объективные способы измерить уровень боли, который человек ощущает? И вот здесь возникают большие загруднения, потому что нет, не существует. Мы можем измерить стимул. Характеристики стимула, если мы стимулируем в лабораторных условиях, да, мы можем их определить. А боль в клинических условиях есть такая шкала, называется визуальная аналоговая шкала. Это такая линейка с циферками. И мы просим пациента, покажите, пожалуйста, вот есть цифры от 1 до 10, покажите пальчиком примерно, где цифры, на которые вы оцениваете вашу боль. Иногда под ней еще рисуют рожицы, смайлики, такие эмоджи, чтобы человеку было легче идентифицировать свое состояние. Это еще раз говорит о том, что боль слишком субъективное ощущение, и тяжело оценить его объективно. Хотя есть исследования, в которых измеряются различные вегетативные компоненты боли, и пытаются привязать вегетативный компонент, с помощью него как-то объективно оценить боль, которую пациент испытывает. Можно ли развить или отодвинуть болевой параметраж? Известно, все спортсмены, без боли бывают тренировки, растяжки и так далее. В минимуме есть группа, которые исследуют боль, и они уже утверждают, что боль — это источник энергии, иного вознаграждения. Как вы относитесь к этому поводу? Боль — это источник энергии. Здесь люди исследуют, мне, наверное, трудно будет что-то выдвинуть против этого. Честно говоря, я бы поспорила все-таки с тем, что это источник энергии, потому что это все-таки истощение нервных центров, постоянно болевая импульсация. По поводу того, можно ли, как вы сказали, уменьшить ощущение, отодвинуть болевой порог. Дело в том, что болевые рецепторы никогда не адаптируются. Это единственные рецепторы, которые не адаптируются. Но их концентрация может уменьшиться, если человек постоянно испытывает боль. Так что, да, болевой порог в некоторых случаях можно увеличить или уменьшить. У меня просто тут уже говорили по поводу огнеходца. То есть вы утверждаете, что если человек ходит по раскаленным углям, он как бы терпит эту боль, да? То есть он получает ожоги? Он, конечно, получает ожоги. Хорошо. Вы же знаете, что есть люди, которые очень тренированные и могут находиться с ограниченным количеством кислорода, до 40 дней, закопанные, ну, скажем, в проемах. Где там проходит граница? В смысле граница? Перед этим они тренировались очень-очень много лет. И это возможности нашего организма. То есть организм приспосабливается и к гипоксии можно приспособиться тоже. Есть люди, которые живут с хроническими болезнями легких, они испытывают гипоксию каждый день на протяжении десятков лет. И живут с концентрацией кислорода, которая и в два раза даже меньше, чем у нормальных людей. Это адаптация. Если человек 40 дней лежит, закопанный, и вообще не дышит, и пульс практически остановлен, а потом он приходит в себя, как это можно с точки зрения медицины объяснить? Ведь вы говорили только что, что нехватка кислорода, нехватка окислительных, не выполнение окислительных процессов в организме приводит к тому, что жизнедеятельность скелеток останавливается. Если она останавливается, человек умирает. Так быть, в том случае, если человек как бы мертв, де-факто, а де-юре через 40 дней живет. Вот, честно говоря, я ни разу не читала о людях, которые из могилы закопанные, потом вставали. Вот я прочитаю и вам попытаюсь рассказать тогда, хорошо? Я вам даже ссылку даю. Вот, дайте. Вот я почитаю и вам расскажу. В Индии в 60-х, я не помню, в каком году. Можно вопрос? Я вам потом скажу. Хорошо. Да, конечно. Вы говорили про психогенную боль. Да. Когда человек жалуется, но непонятно, что. Повлияет ли на него эффект плацебо? О! Эффект плацебо повлияет. Эффект плацебо повлияет, в принципе, эффект плацебо может повлиять на любую боль, даже если она не психогенная. То есть, эффект плацебо как раз завязан на структурах нашей лимбической системы и уменьшит восприятие боли. Да, это да. А страх появляется? Страх, может ли страх привести к появлению боли? Да, может. И страх может усилить боль. Мы сказали, что боль — это эмоциональное переживание, в первую очередь. И любое негативное эмоциональное переживание, соответственно, усиливает боль. В таком случае вопрос. Если оно вызывает химические реакции в организме, значит, оно изменяет и полюсовку мембран. А если оно вызывает полюсовку мембран, значит, изменяется потенциал клетки. Да. А если измерить потенциал клетки, это уже речи, на которые можно измерить? Дело в том, что… Или у вас структура головы была? Была, да. Но вы представляете, какое количество там клеток? И это очень сложно сделать неинвазивно. А каждого человека… Вот это исследование, которое я показывала, оно длится по… Длительности составляет около часа-полутора, если каждого человека туда запихивать. И при этом еще доставлять ему какой-то болевой… То есть это тяжело достижимо в условиях тех, которые у нас сейчас есть. Вот как-то так. Я понял. Незастаток оборудования, который будет, не травматичный. Да, да. Исследуем его. Да. Про фантомные боли вообще отдельную лекцию можно делать, потому что там механизмы достаточно сложные и не до конца выясненные. Самая первая гипотеза была периферическая, что фантомные боли вообще – это боли, которые формируются… Человек ощущает боли в конечности, которые нету, которые ампутировали. И самая первая из теорий связана с тем, что на месте, там, где шрам, там, где культя образуется, туда врастают нервные окончания, которые раньше иннервировали, конечность. В них повышается концентрация вот этих вот натриевых каналов, о которых я говорила. И, соответственно, человек из-за этого чувствует боль. Происходит постоянное раздрежение этой культей, человек постоянно чувствует боль. Потом пришли к тому, что… Потом была такая теория психогенная, что человек эти боли испытывает из-за того, что он слишком переживает из-за потерянной конечности и так далее. А сейчас настала эра теорий, которые связаны с патологической пластичностью. То есть исчезла конечность, и нервы, которые иннервировали конечность, больше ее не иннервируют. А в головном мозге осталась схема, и именно она является источником боли, которые испытывает человек. Вот так вот. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok